Глава фонда РУСС сидящая Ольга Романова подключается к нашей студии. Оля, привет. Добрый день. Здравствуйте. Оля, учитывая, что конфликт между Пригожиным и Минобороны, наверное, сейчас уже в Зените, можно ли вообще ожидать, что бойцы ЧВК Вагнера просто исчезнут с поля боя в Украине? Да, они исчезнут в ближайшее время, поскольку из завербованных 50 тысяч на 1 февраля осталось на фронте около 10 тысяч. Я напомню, что все-таки 90% — это боевые и небоевые потери. То есть это и погибшие, и трехсотые, то есть тяжелораненые, которые не могут вернуться в строй. Это пропавшие без вести, мы не знаем, где они. Это и убежавшие в два направления, и в плен, и, собственно, в Россию с оружием в руках. Поэтому осталось там, в общем, бойцов-то немного, и у Пригожина больше нет возможности пополнять этот фонд. Ну, он сейчас ведет более или менее активную кампанию, хотя, конечно, уже не такую, как для него в лучшие времена. Привлекая молодых людей из малых городов России, таких неустроенных в жизни, за легкими деньгами, как, не знаю, может, кому-то все еще кажется, а на самом деле нет. Ну, конечно, потери видят все. Сегодня Пригожин заявил в перепалке со своим, с губернатором Свердловской области, с Сокувашовым, что потери составляют россиян сотни тысяч погибших. Ну, ему виднее, чем нам, сотни тысяч. И, конечно, все это слышат и потенциальные наемники, равно как и потенциальные мобилизанты. Поэтому я не думаю, что мы увидим Пригожина в Украине уже через пару месяцев, а может быть и раньше. Как бы вы оценили эту кампанию, пиар-кампанию, он проводил с знаками отличия на груди. Он герой России. По-моему, несколько раз герой. Даже уже висело. И герой России, ДНР, мне подсказывает наш шеф-редактор. Вот те кадры, когда он лично общается с уже теми, кто отвоевал свое, когда провожает их, журит, наставляет, мол, не хулиганьте, не насилуйте, не грабьте, не держите себя в руках. И, с другой стороны, вот эти кадры сейчас с гробами. Фотографии десятков погибших. Как эта кампания развивалась? И может ли сейчас, если у сейчас Пригожина, возможности набирать людей? Но вот помимо тех городов, неблагополучных районов, про которые вы упоминали, еще из тюрем, из зон, с колоний, согласны ли люди туда идти? Или же Пригожин действительно сдержал свое обещание и отдал все на откуп Министерству обороны? Дело в том, что здесь не обещание. Пригожин не обещал никогда уйти самостоятельные зоны, его оттуда, конечно, выперли. И то, что случилось 1 февраля, это, в общем, и для самого Пригожина было довольно большой неожиданностью, поскольку, да, у него был очень серьезный провал с вербовкой в минувшем декабре. А этот провал был связан с показом известных видео с внесудебными казнями. Прежде всего, появилась кувалда в ноябре. А, собственно, кувалда появилась, потому что усилилось бегство. Он набрал очень много народу к ноябрю, и люди начали бежать. Люди начали бежать. И я так понимаю, что он имел очень неприятный разговор, например, с Путиным. А, собственно, больше ни с кем. Он только под Путиным. Нет больше никого над Пригожиным. Это вот чисто альтер-эго Путина. И, в общем, что, набираешь людей, сколько хочешь, у тебя есть полномочия, какие хочешь. Сколько хочешь, только и бери. Вообще без закона, без всего наемничество в России по-прежнему запрещено. Как и было, так и есть. И вдруг они разбегаются. Проблема в том, что они разбегаются в Россию с оружием в руках. И большая проблема в том, что они разбегаются в Украину с оружием в руках. И тогда он оставил вот именно таким пиаровским, не только, конечно, пиаровским, несудебная казнь – это сильная штука. Распространение этих видео, конечно, остановило поток бегущих, но остановило и поток вербующихся. Надо сказать, что он исправил ситуацию в январе, когда он выпустил первые 20 человек на волю с помилованием, а потом еще, 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 и того, там примерно 10 человек вышло, и обещал без экзаменов поступления в МГИМО и МГУ, и то, что они будут героями, и кто скажет хоть слово, тот будет преследуемым по закону о дискредитации армии. И надо сказать, что и медиа подхватили уже до вступления закона Пригожинской угрозой и начали писать, что прибыли погибшие, в том-то местные медиа, прибыли гробы без указания вообще, кто это. Там Иванов Иван Иванович больше ничего, никаких подвигов его, так сказать, довоенных. Или в крайнем случае писали, что полный тезка погибшего, был осужден на 23 года за тройное убийство с особой жестокостью. Ну, про полную тезку, то есть это уже какая-то была неимоверная отвага. И в январе все вот эти действия его пиарочные, они дали ощутимый эффект, и снова пошли, 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 пошли добираться, снова добровольцы пошли. И, в общем, его выгнали 1 февраля на подъеме. На подъеме вербовки. И вот больше 50 тысяч ему набрать не удалось, и то это 50, может быть, так, не плюс-минус тысяч, а скорее минус тысячи, где-то так. Его пиар-успехи были все-таки действительно такими впечатляющими. Он показал, что он умеет управлять маргинальной массой. У него появился очень большой, я бы сказала бы, электоральный потенциал. Мы видели, наблюдали в Руси сидящие как раз эту популярность и среди заключенных, и среди родственников заключенных, и вообще в маргинальной массе. Но это, конечно, фальш-старт, поскольку он, конечно, прирожденный пиарщик, но очень плохой цередворец. Рассориться со всеми, рассориться с генеральным штабом и Шойгу. В общем, опустить, провести обряд опускания, а это был обряд опускания, когда заключенный называют очень плохими словами начальника генерального штаба, путинского. А он не Пригожинский, он путинский. И, конечно, Путин ему это не простил. И надо было на это как-то реагировать. И реакция была очень заметная и мгновенная. Вниз и вбок Суровикина, возвышение Герасимова, возвращение Лапина и так далее. И тут же у него разваливается его очень серьезный тройственный союз Суровикин, Пригожин и Кадыров. Кадыров очень быстро открестился от своего единственного русского, который его поддерживал. И больше Пригожин не может использовать Чечню как и свой пиар плацдаром, и плацдаром для отлеживания тех, кому нужно было отлежаться, надо сказать. Поэтому, в общем, я не могу сказать, что Пригожин потерял все, но очень скоро потеряет. Очень скоро потеряет. Ему неоткуда ждать подпитки. Мы сейчас видим, что в зону пришло Министерство обороны и набирает людей самостоятельно и с помощью ВСИН. И, в общем, не особо по этому поводу парится. А что им парится? В отличие от Пригожина, они осенью занимались делом и провели в Госдуму закон, который позволяет служить в армии и мобилизовывать в армии, подписывать контракты с людьми, имеющие судимость. То есть они действуют строго по закону. В отличие от вагнеровцев, которые не смогли этого сделать до сих пор, в общем, по идее, находятся вне закона. Ну, это, во-первых. Значит, вербуют сейчас батальон «Шторм» Министерство обороны. И вот сейчас мы видим некий загадочный батальон «Сомали», откуда тоже вербуют людей из мест лишения свободы. Про «Сомали» меньше, что известно. И пока еще идет путаница с тем самым знаменитым батальоном «Сомали», который командовал Гиви, большой друг Моторол, это 16-й год. То есть отсылки туда, их, конечно, гораздо больше, чем то, что можно прочитать сейчас об этом батальоне «Сомали». Пока про него мало что известно. Но «Прикожевская звезда» явно закатилась, и он вряд ли может исправить ситуацию, поскольку он, в общем, публично лается с Министерством обороны и с Герасимовым. Пошли публичные перепалки с губернаторами. И Свердловский губернатор не первый, с кем Пригожина именно публично лается. Вспомним еще все-таки и Беглова, и многих других. И сейчас, я бы сказала, поддерживать Пригожина и бегать с автоматом в его вербовочных лагерях, как это делал Курский губернатор, это сейчас уже не мейнстрим совсем. Ну и, конечно, нельзя отбрасывать со счетов, наверное, самых влиятельных братьев сейчас в России, братьев Ковальчуков, с которыми Пригожин тоже успел рассориться. И, судя по всему, их точка зрения на Пригожина как фу преобладает. Продолжение следует...